На строительство второй очереди школы на пятой просеке направят 100 миллионов рублей. Еще 6,5 миллионов дополнительных средств пойдет на строительство детского сада по адресу Подшипниковая, 27. Деньги нужны на дополнительное водоотведение, чтобы грунтовые воды, которые оказались слишком близко, не подтапливали подвал здания. Также средства направят на поддержку и развитие пассажирского транспорта Самары, на благоустройство территории, прилегающей к этнокультурному комплексу Парк Дружбы Народов. Об этом говорили на заседании Думы городского округа Самары с участием главы города Елены Лапушкиной. Оно прошло под председательством Алексея Дегтева. В целом у нас бюджет изначально носит социально направленность, потому что все в интересах жителей, все в интересах города, разных возрастных групп, социальных групп, так сказать, и от детей, ясеного возраста, так сказать, до ветеранов, пенсионеров. И сегодняшние изменения, чуть менее полмиллиарда рублей мы получили, значит, они связаны, так сказать, с ремонтом, капитальным ремонтом и приобретением общественного транспорта, очень для нас важных метрополитенов. В итоге доходы бюджета городского округа Самары на 2021 год составят 32 миллиарда 645 миллионов рублей. На 2022 год 29 миллиардов 858 миллионов. На 2023 год 29 миллиардов 726 миллионов рублей. Изменения традиционно приятные. Мы учитываем средства вышестоящего бюджета в объеме более 400 миллионов рублей на этот год. Данные средства будут направлены на поддержку городского общественного транспорта, в частности нашего метрополитена. Часть средств выделяется на ремонт автомобильных дорог. Ну и другие социальные нужды, которые присутствуют и всегда присутствовали в нашем муниципальном бюджете. На дополнительные средства город приобретет здания, в которых разместятся новые ясельные места, закупит жилье для отдельных категорий граждан, улучшит условия проживания участников Великой Отечественной войны и их вдов. Виктория Шарая, Константин Головин, События.